В этом видео вы узнаете топ 5 лучших ПТ-САУ 10 уровня. ПТ-шки всегда ассоциировались с нанесением урона, и в этом топе будут именно те, которые наносят его в среднем больше всего. 5 место. ФВ-217. Баджер. Приемник Тортоиса, отличный универсальный танк, который может как постоять в кустах при необходимости, так и сражаться на первой линии, благо броня позволяет. Из плюсов отметим. Отличные углы вертикальной наводки достигают целых 10 градусов. Лучший урон в минуту. С каждым выстрелом Баджер наносит 480 единиц урона, при этом перезарядка занимает всего 6 секунд. Если прокачать ДПМ на максимум, то можно достичь 4800 единиц урона в минуту. 4 место. Советский танк Объект 268. Из плюсов можно отметить. Очень хорошая пушка, которая имеет Альфу в 750 единиц. Кумулятивный снаряд обладает хорошим пробитием 395 мм, что позволяет поражать противников практически в любую проекцию. Кроме того, в арсенале имеются неплохие бронебойные снаряды с пробитием 303 мм. Второй плюс. Это незаметность танка. 268 имеет вполне неплохую маскировку. Движение она составляет 23,6%, а в неподвижном состоянии 36,8. Третье место по праву принадлежит американской ПТ-САУ Т110Е4. По праву считается классическим антитяжем. Это означает, что он ездит на те же самые позиции, что и тяжелые танки, но под калиберы 375 мм пробития делают свое грязное дело. Башня имеет свойство поворота в 90 градусов. В нашем топе только Т110Е4 имеет поворотливую башню, что дает более комфортный геймплей в бою. Это действительно универсальная ПТ-САУ. Это ПТ-шка, которая может наносить очень много урона, потому что она всегда катается стяжами, а там где тяжи, там много хп-шек. Второе место. Зубар. Зубар – польская ПТ-САУ и один из новейших танков в игре. Одна из главных ее фишек – это турбо-режим, который позволяет быстро занимать ключевые позиции на карте в начале боя. Зубар обладает самой высокой скоростью полета снаряда в игре. Базовым подкалибером оно составляет 1640 метров в секунду, а голдовым подкалибером – 1980 метров в секунду. При этом с пробитием проблем тоже нет. Базовым подкалибером 294 миллиметра, а голдовым 354 миллиметра. На первом месте в нашем рейтинге располагается ВЗ-113 ГФТ. Некогда самая худшая ПТ-САУ 10 уровня превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя после одного из апов. ПТ-шки прибавили хп-шек, прибавили динамики, пушка здесь и так была неплохая. И сейчас этот танк очень похож на Объект 268, при этом имеет ряд преимуществ над ним. Так же как и у Объекта 268, у этого танка прекрасное орудие с разовым уроном 750 единиц и пробитием голдовым снарядом в 395 миллиметров.